Информационные вбросы, спекуляции на земельных темах и бурные споры. Именно так в столице Крыма идет обсуждение генерального плана. Общественные слушания проходят практически каждый день. В администрации города идут на диалог с жителями Симферополя. Все нюансы представителям громады поясняют главный архитектор города, проектировщики, чиновники городского совета и депутаты. Малый зал заседания городской администрации не вмещает всех желающих задать вопросы главному архитектору столицы Крыма. В помещении обстановка накаляется с каждой минутой. Из-за провокаций каких-то неизвестных, жители частного сектора, прилегающего к Новоромановке, стали бить тревогу, переживая за сохранность своих домов. Мы хотим оставить свой микрорайон, начиная, как было там, от парка Шевченко до автостанции западной, с индивидуальной жилой, с тройкой, которые были до этого генерального плана. И подписи дальше продолжают собираться. Мы все предоставляем вам копиями, а все оригиналы и подписи у нас есть. То бишь это тысячи людей, тысячи. Это не кучка. Главный архитектор города Эрнст Мавлютов поспешил развеять опасения и заверил, что никто не лишится жилья. Еще один наболевший вопрос – земли садовых товариществ. О своей судьбе пришли узнать и жители массива живописная Симферопольского района. Согласно новому генеральному плану, в черту города эти участки не войдут. А потому решать земельные вопросы люди должны вместе в местном совете, говорят чиновники городской администрации. В муниципальном образовании, в поселении или в городском округе решение о подготовке документации по планировке территории принимает орган местного самоуправления. Градостроительный кодекс его называет обобщенно. Ну или уполномоченный орган. Когда вам говорят, что нет полномочий у конкретного местного органа по принятию решения, то это неверная информация. А вот уже полномасштабные общественные слушания по проекту генерального плана Крымской столицы проходили в Большом зале Симферопольского городского совета. Люди, пришедшие сюда – представители общественности практически всех районов города. Главный вопрос, который всех волнует больше всего – так будут ли сносы в частном секторе Симферополя или же нет? Мы готовы собрать подписи и предоставить в несколько организаций оригиналы о том, что из 65 домов на улице Дружбе ни один не расписался за снос частной собственности. Почему? Когда нужны выборы, вы проходите по нескольку раз. Ваши представители по каждому двору собирают подписи каждого члену Симферополя. В ответ главный архитектор города Эрнст Мавлютов объясняет. Для того-то слушание и проводится, чтобы понять позицию горожан и уже как следствие принять поправки к проекту генплана. Отдельно оговаривает чиновник и тот момент, что против воли горожан власти города, конечно, не пойдут. Первое официальное публичное слушание – это обратная связь, это элемент народа власти, это в соответствии с градостроительным кодексом мы проводим сегодня публичное слушание для того, чтобы понять, что хотят горожане, какие чаяни, какие боли, какая душа. Дальше мы рассказываем о том, что в генплане вы по основному докладчику увидите, что территория от парка Шевченко до западной автостанции идет как частный индивидуальный сектор. Да, были попытки, предложения там построить малоэтажное жилье, среднеэтажное, многоэтажное жилье. Но, тем не менее, уже первоначальный опрос населения ваше мнение показал, что вы категорически против. Соответственно, естественно, идет поправка к генеральному плану. Но многим, кто пришел на встречу с городской властью, не хватает конкретики. Вопрос повторяется неоднократно, меняя акценты и форму, но не содержание, пока не достигает высшей степени конкретизации. Еще раз хочу услышать ответ. Что ожидает житель индивидуальных частных домов по таким улицам? Баррикадная, Залезская, Бассейнная, Севастопольская, автостанция западная. И правда ли, что уже есть инвестор на эти указанные участки? И он только ждет утверждение генерального плану. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Что будет с частным сектором? Ответ главного архитектора, также пройдя несколько ступеней метаморфоз, в конце концов ставит точку в обсуждении. Вопрос и хороший, и я на него отвечу. Отвечу. Так, мы услышали ваше мнение. Все, что находится по улице Севастопольская от Шевченко, от парка Шевченко до западной автостанции, будет в генеральном плане обозначено как индивидуальная жилищная жилая застройка. В конечном итоге изменения к генеральному плану города будут составлены на основе мнения самих граждан, обещает руководитель проекта генерального плана Симферополя. Что касается волнений, связанных со сносом, то хочу сказать, это, ну, я не знаю, с чем это связано, мне сложно кого-то судить. На самом деле мы никакие сносы не предлагали и не предполагали. Генеральный план – это план развития. И это не есть прямое руководство к сносу. Без сознательного выбора самих граждан, самих собственников недвижимости, земли, домов, никто их сносить не будет. Как вы слышали уже на заседании, ну, откуда у города столько денег, чтобы возместить все снесенные постройки. Поэтому, на самом деле, были предложены некоторые решения в перепрофилировании территории. Таким образом, в новых условиях и с учетом поправок в генплан, ставку теперь придется делать на рациональное использование незастроенных территорий в черте Симферополя и перепрофилирование городского промсектора. Резюмировал свое выступление руководитель проекта генплана Андрей Щербаков. Именно на этом команда экспертов сосредоточит свое внимание на следующем этапе формирования главного документа города. Егор Петрунин, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ.